Всем привет, с вами снова Илья, это прогноз криптовалютного рынка на 6 мая. Всех поздравляю с начала новой рабочей недели, давайте посмотрим, что у нас происходит с BTC на данный момент времени. Ну и сегодня необычная подборка альткоинов, но по ним есть что рассказать, поэтому чуть позже к ним обязательно перейдем. Итак, часовой график по биткоину, начнем с такой более краткосрочной перспективы. И здесь, как вы, наверное, уже сами видите, достаточно сильная бычья модель, которая упирается в отметку 64 480 долларов. За выходные у нас, ну и за пятницу, когда был последний обзор, в субботу, извиняюсь, когда был последний обзор у нас, рынок еще немного подрос, но ограничился как раз таки вот уровнем 64 500 долларов, где сейчас достаточно сильное, судя по всему, настроение со стороны продавцов. Однако и этот уровень в скором времени, вероятнее всего, падет. Вопрос только, будет ли это пробой ложный или истинный. Если мы посмотрим вообще, ну, на структуру движения, так, немного абстрагируемся, то мы поймем, что здесь у нас вымпел, да еще и вымпел в итоге с таким сильным уровнем, не наклонным, а горизонтальным. То есть у нас на вершине, по сути, горизонтальный треугольник. И тут, если вы уже взялись за кнопку buy, то спешу немного охладить ваш пыл. Связано это с тем, что подобные структуры я сам до этого достаточно часто проторговывал, в том числе и на текущем цикле, в том числе и на текущем боковике. И зачастую они заканчивались не очень хорошо. Давайте сначала их разберем, после этого посмотрим, что, в общем-то, с этой делать. Вот, смотрите, полностью аналогичная структура, которая положила начало, положила конец, точнее, последнему сильному росту, который у нас был с отметок около 60 тысяч до 67. Видите, то есть полностью похожая ситуация, вот прям полностью, фактически идентичная. Вот, видите, тому, что мы видим. Но в итоге это все закончилось тем, что нижняя граница была пройдена. Если вы примерно помните, мы пытались прикупить вот здесь, но в итоге лишь небольшим отскоком это дело ограничилось. Поэтому, как бы такой первый, да, тревожный звоночек того, что сила таких фигур, она не безгранична. Вы скажете, совсем другая ситуация, медленное развитие тренда и в итоге здесь, возможно, просто распродались. А там же у нас достаточно быстрый и динамичный рост в итоге с остановкой. Ну, вот я вам и такой пример тоже здесь подзаготовил. В итоге цена у нас поднималась до 71 тысячи долларов с полностью аналогичной структурой. Можем даже рассмотреть вот как, вот эту вот структуру. Вот так вот полностью глобально, что даже будет, в принципе, более правильно. И тоже 71 тысяча долларов здесь долго цена в нее бьется, однако впоследствии также пробивает нижнюю границу и в итоге уходит вниз. Ну и, наверное, за самым ярким примером тоже далеко ходить не нужно. Соответственно, это окончание, вообще, ну, текущее, по крайней мере, окончание всего роста, который заканчивался на 70, там, 3,5 тысячах долларов. Тоже сильный уровень сопротивления, к нему цена у нас подходит, подходит, но в итоге, к сожалению, пробивается вниз. Вообще, текущая точка, текущая отметка 64 тысячи 500 долларов, я считаю ее одной из ключевых. Связано это с тем, что ранее в обзорах мы рассматривали как раз-таки зоны продаж, да, которые у нас здесь немного опускаются. То есть, как раз-таки завершающиеся вот абсолютно аналогичными структурами. То есть, изначально продавец 74, полностью аналогичная структура и продавец по 71 тысячи долларов. В итоге, после этого уже 67 тысяч долларов, да, и вот сейчас полностью аналогичная структура формируется на 64 тысячах долларов. Поэтому, если сейчас будет отскок, если сейчас будет отбой именно вниз, зачастую это нам скажет, что мы идем обновлять, ну, с беременным успехом, но идем обновлять лой снова там на отметку около 54-55 тысяч долларов. И, в общем-то, отскоку, скорее всего, здесь придет конец. Тогда как пробой отметки, он на самом деле всю структуру нарушает. Это очень-очень неплохо, да, потому что это означает, что рынок у нас выйдет за пределы, ну, с большой долей вероятности выйдет за пределы клина. Это в первую очередь. Во вторую очередь он, скорее всего, после этого уже выйдет за пределы 67 тысяч долларов. А значит, что он не только выбит текущего продавца, но и отметки, которые положили начало предыдущему довольно сильному снижению. То есть структура, как бы, преломления тренда, она здесь будет нарушаться. И это означает, что рынок в большинстве случаев еще более сильно оживет. Поэтому, вот, как бы, такой взгляд именно на текущую ситуацию. Теперь давайте подумаем над предполагаемым движением. Ну, смотрите, да, хотелось бы, конечно, чтобы не было полной аналогии с предыдущими подобными движениями. Ну, и зачастую, в принципе, три аналогичных примера, они могут служить и определенной заманухой, да, на то, чтобы проторговать, как бы, сейчас вот такое вот нисходящее движение и какое-то обновление лая. Мы будем чуть более оптимистичными здесь и предположим, что предыдущие были неправильными, да, и глядя на них, многие будут, ну, решения шортовые принимать. Ну, и, помимо всего прочего, здесь, на самом деле, за отметкой в 65 тысяч долларов довольно большое количество стопов шорт-позиций на близком расстоянии и на более сильном. Поэтому я бы сказал, что зачастую выход здесь будет, да, повторюсь ранее, повторюсь, как я говорил ранее, выход здесь будет. Скорее всего, он вначале даже немного, ну, придаст какой-то импульс, немного ускорится на первых стопах. После этого он, скорее всего, ускорится на уже выходе за верхнюю границу клина. С большой долей вероятности можем даже дойти до, ну, на самом деле, с первого захода вряд ли до 66, но я думаю 65, 600, 65, 700. После этого вот эту вот точку, да, мы достигаем, где, скорее всего, будут определенные продажи уже возникать. И вообще первый выход, он, ну, зачастую является таким полуложным. То есть ему важно выйти так, чтобы показать, что вроде как пробой существует, не просто там на 100-200 долларов. После того, как уже собьют стопы и начнут открываться лонги, после этого сделать выход вниз. Ну, на самом деле, о выходе вниз здесь можно тоже очень много рассуждать. Это может быть как выход вниз вплоть до нижней границы для того, чтобы собрать вообще всех покупателей, которые открывались там с 59 тысяч долларов. Это может быть и более скромный выход вниз для того, чтобы просто забрать стопы, которые у нас расположились ниже такого импровизированного горизонтального треугольника. И тогда нам достаточно опуститься до 62. И после этого можно показывать уже более такое интересное восходящее движение. Поэтому от текущей ситуации ожидания, они, ну, такие противоречивые, прямо скажем. Несмотря на то, что уровень важный, несмотря на то, что мы, ну, по классическому такому техническому анализу здесь предполагаем практически всегда рост. И рост, причем, серьезный, там, типа, на отметку, ну, примерно на тысяч на пять, исходя из предыдущего аналогичного движения. Но, к сожалению, мы зачастую видели нарушения, причем три раза подряд. Ну, может и не подряд, но видели три раза уже за последнее время нарушения похожей структуры и окончания вообще всего восходящего движения, ну, вот, в похожей фигуре. Поэтому посмотрим, как здесь будет все развиваться. У меня очки действия, да. По действиям все очень просто. Я напоминаю, что я зачастую здесь при, как бы, дальней, еще одном там шаге роста или, исходя из временного фактора, если у нас там проходит еще один день, стараюсь немного добавляться хеджирующий шорт. Вот, как бы, делаю это до сих пор, потому что, ну, пока, на мой взгляд, еще говорить о каком-то, там, принципиальном развороте рано. Если же мы в итоге выйдем из-за предела клина и за отметку в 68 тысяч долларов, то, возможно, я на время эти хеджирующие шорты прерву. Но на текущий момент, когда мы добавляемся и в том числе в альткоины, без него, мне кажется, здесь будет очень и очень опасно. Ну, за исключением того случая, если вы здесь проявили стальные нервы и по самой агрессивной такой рекомендации решились на полное закрытие и добавление в альткоина. Теперь давайте посмотрим на эфир. У нас здесь, ну, какой-то маломайский отскок есть от 48-49 и сейчас немного отскочили. Сам эфир, если мы посмотрим именно на него, он выглядит, ну, как будто бы плюс-минус сильно. Не знаю даже, как описать более правильно текущее там поведение, текущую структуру. Кто-то собаку сосед вывел, свою мелкую. Итак, значит, немного сбился. Посмотрим. Значит, на часовом графике мы видим здесь, что уровень, видите, эфир, который на биткоине есть важный уровень, эфир его пробил, да, но, скорее всего, сейчас временно будет возвращаться. Я не думаю, что сильно, потому что у биткоина, скорее всего, осталось не очень много времени для того, чтобы также свой уровень пробить. А значит, что эфир, скорее всего, немного сейчас подкиснет, но после этого вместе с биткоином вот этот вот рывок совершит. С точки зрения более долгосрочной перспективы, здесь уже все многократно сказано. Есть уровень сверху, на мой взгляд. Здесь есть уровень, ну, снизу-сверху. И, соответственно, какие-то более сильные добавления только при более сильном снижении. Теперь давайте посмотрим на тон, который радует последнее время, причем радует, скажем так, во всех вообще аспектах. То есть у него очень неплохой отбой. Помимо неплохого отбоя у него и очень хорошая структура движения с правильными ретестами, с правильными уровнями, с правильными пробитиями и так далее. Сейчас последний уровень, с которым он справлялся, это 5.98. Это достаточно сильная отметка, от которой тон падал до этого. И, соответственно, такой вот прирост на 6.05 достаточно о многом говорит. В том числе о такой неплохой силе монеты, которая с большой долей вероятности сейчас будет идти и на 6.27, и на 6.4. В обозримом будущем и только после этого уже какие-то коррекции формировать. Идея до этого, ну как идея, взгляд на тон до этого был несколько более пессимистичный, но благодаря поступившим новостям, благодаря тому, что биткоин немного ожил, тон сейчас чувствует себя очень и очень неплохо. Поэтому с инвест частью прощаться, ну не спешу, но понятно, почему не спешу, потому что все это я тоже перетерпел, это перетерпел. И сейчас как-то закрываться выглядит не очень логично. Поэтому с инвест частью, думаю, ок, можно посидеть. С точки зрения трейдинга здесь тоже, в принципе, можно открыться, кстати говоря, где-то по 5.8, наверное, 5.79-5.78. И отсюда стартануть там на 6.20, если мы такую коррекцию увидим. Следующая монета на сегодня это МНТ. Сначала начнем график по отношению к биткоину. И это самое кривое, наверное, что вы видели в своей жизни. Но в реальности мы видим, что цена достигла по отношению к биткоину на отметке 1550 довольно сильный уровень. Он до этого был и поддержкой, после этого и был сопротивлением. И такой отбой, такой отскок на самом деле может приводить к более сильному развитию вот этого всего движения. Мы видели, что МНТ вообще прервал свой рост на перехае по отношению к BTC. Сейчас после такой коррекции довольно внушительный он может снова на те отметки выходить. И если мы откроем график по отношению к USDT, то мы тоже увидим, что здесь структура движения очень неплохая. Более того, она очень похожа на то, что мы видели до этого. То есть цена падает за трендовую линию. Находится там небольшое время, после этого довольно бодро отскакивает. Надеюсь, что так и произойдет и удастся мне здесь позакрываться. У меня есть и 1.15, и 1.05 вход. Я не думаю, что я их буду закрывать в ближайшем будущем. Но если мы увидим 1.30, быстрые 1.30, то скорее всего я немного прикрою. Потому что рисковать здесь такой большой позицией просто на самом деле не очень хочу. И монета не самая капитализированная. Не сказать, что у нее там потенциал прироста там иксовый. То есть поэтому здесь я бы сказал, что нужно использовать какие-то возможности для того, чтобы покрываться в хороший плюс, когда это возможно. Теперь, следующий монет это WLD, наверное, как-то так. И неплохой отскок, да, мы его рассматривали, по-моему, в предыдущий раз. Мне походит, сколько-то уровня 4.44. Здесь, конечно, лучшие сделки были ниже на 3 и на 2.56. Но в итоге мы, к сожалению, этих отметок не увидели. В итоге отскок от 4.44. Не знаю, удалось ли вам залететь в него или предпочли воздержаться. Но, скорее всего, возможность еще в обозримом будущем будет. Я не думаю, что текущий отскок, он уйдет сильно дальше 7 долларов. После чего мы снова увидим некое снижение. И вот на этом снижении, на этом ретесте, если так можно сказать, более глубоком, отметке 5.8, здесь можно будет попробовать залонговать. Ну, добавиться в инвест-часть. Теперь несколько новых монет. Первая это монета Zeta называется. По ней сейчас очень неплохие объемы наблюдаются. И отбой, структура отбоя, которую мы видим, она, ну, такую умеренную силу имеет в реальности. И, несмотря на то, что похожая структура со многими другими монетами, здесь все-таки различия есть. Они так залистились, и отбой у нас формируется от минимума, от которого до этого мы такой существенный прирост увидели. Сейчас вот и эта структура, она выглядит тоже, ну, так, достаточно сильно, будто бы собираясь идти снова на 2.5, 2.6. Здесь, естественно, ключевым фактором для нас является точка входа. Мы можем смотреть и на текущий вход, плюс добавление по 1.5, плюс добавление по 1.35. Это будет неплохой трейд. И не трейд, даже неплохое добавление в инвест-часть. Но это нужно делать аккуратно, только если у вас, соответственно, по фиату такие существенные запасы. Ну и последний монет на сегодня это Atom. По Atom. Что интересного, а что не очень интересного. Интересного то, что он, конечно же, отскакивает от 7.5 и сейчас торгуется уже по 9.5. Неплохой прирост. И, помимо всего прочего, Atom вообще не славится, как бы, какой-то своей волатильностью. Не сказать, что он заметно сильнее рынка, пребывал в ближайшее время. Но текущий отскок и вообще, в принципе, текущее поведение Atom может в том числе говорить о том, что эта структура, она в итоге преломится и Atom у нас неплохо подрастет. Поэтому я склоняюсь к тому, что его актуально добавить в какую-то инвест-часть. Тем более, что, как бы, хедшорт немного увеличился, а значит, что риски немного сокращены. И пора их нарастить, да, на потенциал какого-то прироста. И Atom, в принципе, подходит для этого. Текущие отметки не предел мечтаний, конечно же. Но, например, как начало входа вполне себе подходит. То есть, начало входа типа 9 и 43. Продолжение, если мы снова возвращаемся к уровню поддержки 7 и 5. Ну и 6 и 25. Это такой финальный добор. Потому что, ну, ниже уже добавляться нет никакого смысла. Если мы выходим из этого бокового диапазона, то и у нас, к сожалению, как бы весь сетап уже не актуален. Вот и все на текущий момент времени. Что касается рынка, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируется то, что вы не готовы потерять. Всегда формулить несколько альтернативных точек зрения с торговой решением принимать самостоятельно. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего и пока. Субтитры сделал DimaTorzok